Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я несчастный и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием из цепи нарушение условий содержания. Это уже пятая часть, да именно пятая, потому что две предыдущих были на онлайн трансляции. А перед тем как начать, хочу поблагодарить вот этих вот людей за то, что они мне помогли советами, очень вам благодарен, я очень много узнал насчет игры. Если вы также хотите помочь мне, можете тоже написать в комментариях. Все комментарии читаю, все лайкаю, на все отвечаю. Ну что ж, приступим играть. Если честно, уже не помню на чем мы остановились, потому что не заходил в игру Дня 2, наверное. Я чувствую, что с нами кто-то рядом дышит. Кстати, поменял вебку местами, она теперь вот в этой стране, надеюсь так будет удобнее для вас и для меня. Так, тут значит у нас невидимые штуки. Я вот не помню на чем мы остановились. У нас есть карта, есть аптечка, есть ГП5 и улучшенный противогаз. Насчет улучшенного противогаза, огромную благодарность выражаю тем, кто мне подсказали. Он все-таки у меня действительно улучшился. Так, давайте заново начнем. Он все-таки действительно у меня улучшился, потому что, оказывается, он не меняет название, когда его засовываешь в механизм времени. Но свойства у него улучшаются. И благодаря нему мы можем бегать не уставая практически. Ой, не то. Все, видите? Мы можем бегать бесконечно, но при этом мы плохо видим, что нас окружает. И вот это минус, конечно же. Потому что и вам смотреть будет некомфортно, и мне играть не особо комфортно. А еще я узнал то, что планшет, оказывается, это достаточно полезная вещь, и мы даже можем улучшить его. Мы можем складывать сюда необходимые документы, которые найдем. Я, правда, не знаю, какие документы необходимы, но я точно знаю, что на некоторых документах пишут коды к дверям. А, кстати, еще один человек мне написал код к двери. Если мы найдем сегодня эту дверь, обязательно попробуем. Фух. Куда идти-то, блин? Я вот на самом деле запутался. Мне кажется, мы уже в зоне легкого содержания, в принципе-то, уже все обыскали. И нам сейчас, наверное, нужно уже идти в зону сложного содержания. Только надо бы вспомнить, где она. По-моему, где-то вот в этой стороне, если я не ошибаюсь. Мы... Я чувствую опять, что рядом с нами кто-то есть. Давайте оденем противогаз, чтобы убежать по-быстренькому. Давайте пройдем сюда и посмотрим по навигатору. У нас есть улучшенный навигатор, который показывает, где мы есть. Тут рядом из цепи. Да, и, кстати, он показывает нам, где рядом есть из цепи. Это тоже очень удобно. Но нет, тут тупик или тут... Ну, давайте в механизме времени мы сейчас улучшим планшет на всякий случай. Правда, честно говоря, не помню, как он улучшается. Но я думаю, лишним не будет. Лично мое мнение. Возможно, мы им даже как-то попользуемся. Значит, закидываем сюда планшет. По-моему, нужно поставить режим тонко и активировать. Насколько я понял, там должно увеличиться количество мест, которые мы можем... Ну, количество документов, которые мы можем хранить там. Вот, например, такой вот. Но на самом деле это бред. Нам это не пригодится. Ну, я так думаю. Планшет. Вот, видите, он улучшился. Мы тут можем больше документов хранить. Все, пошлите искать зону сложного содержания. По-моему, это не так называется, а зона среднего содержания или вторая зона. Как-то так это называется по-правильному. В общем-то, нам необходимо сейчас ее найти, чтобы продолжить игру. Потому что... Вот же... Вот мрази, а! Ну и зачем? Ну и для чего? Вот они меня поранили, я теперь буду ходить плохо. И мне будет плохо, и все будет плохо. В общем-то, давайте откроем навигатор. И посмотрим, куда нам нужно бежать. Нам нужно вот тут повернуть. Из цепи рядом. А, блин! Вот минус противогаза то, что я не вижу, что происходит. Ладно, в принципе, мы пока что ничего серьезного не сделали. А наоборот, только там... Ну, улучшили планшет. Да, в принципе, планшет нам не нужен, если честно. Давайте мы сейчас попробуем опять туда пройти. Тут мы можем пройти спокойно. Но нам по-любому надо туда, видите, там заканчивается карта. Скорее всего, там как раз зона сложного содержания. Зона строгого содержания. Блин, поправьте меня в комментариях. Я, честно говоря, не знаю, как правильно это все говорить. What the fuck? А я-то думал, что нас эта черная жижа замедляет? Так это, оказывается, дедовская жижа. И он нас отправил в свое логово. Ладно, теперь будем обходить эту жижу точно. Вот мы и дошли до этого входа. Сейчас тут надо быстренько пробежать. Давайте на всякий случай наденем противогаз. Сейчас. А-а-а! Блин, надо было сохраниться. Что ж я такой тупой-то? Ладно, сейчас, когда опять добежим, продолжим. Все, добежали. Тут обязательно сохраняемся, чтобы не просраться опять. И теперь ждем, когда тут моргнет. Все, бежим, 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 бежим. Молодцы. Сохраняемся. И идем в зону трудного содержания. Я постоянно коверкаю и по-разному говорю, уж извините. А-а-а, мы пришли оттуда, откуда мы вернулись. Вот, там зона строгого содержания. Но мы там уже были. Опять эти штуки рядом. Вот же блин, а! Блин, а что они там делали-то? Зачем они там делали? Ладно, я так понимаю, нам нужно пройти туда, потому что я не припомню, чтобы мы там были. По-моему, мы там только в самом начале были. Все, мы прошли, мы прошли. Отлично. Опять тут эти невидимки. Ну, давайте посмотрим, что нас будет ждать тут. А тут нас? А-а-а, да, мы, кстати, тут, по-моему, и не были. А-а-а, блять! И лучше бы не были. Нет, мы тут были, я помню, мы тут были на стриме. Фу, ну нет, мне таких приключений не надо. Господи, как я испугался. Я уже и отвык, что тут есть какие-то пугающие штуки. Так, там есть какой-то тупичок. Почему-то мы очень медленно ходим. Ладно, давайте опять оденем противогаз. Вот с противогазом вообще никаких проблем нет. Можем бежать как хотим, делать что хотим. А, нет, мы все, мы все уже прошли. Там дальше будет тупик. Да, там дальше будет тупик. Все, давайте возвращаться обратно и все-таки пойдем в зону строгого содержания. Что-то мне подсказывает, что нам нужно идти именно туда. Опять эта штука тут. Ма-а-а, уйди. И тут кто-то еще прошел. Сука. Фу, вот это я испугался. Я видел, что там кто-то прошел, но я не думал, что это он. Ладно, где мы? Не помню, где мы сохранились. А, мы прошли этот проход. А, нас ударили. Нельзя допускать, чтобы нас ударяли, потому что каждая жизнь, каждая кровинушка на счету. Вот. А, так нам надо обратно идти. Все, я вспомнил. Нам нужно сейчас опять пройти вот эту мудмуазель. Бежим, бежим, бежим. Все, сохраняемся тут. И пошлите в зону строгого содержания. Посмотрим, что нас будет ожидать там. Хоть и на стриме мы там были, но я уже, честно, не припомню. По-моему, там был какой-то тупик, который мы не могли никак пройти. Но мы много не могли пройти, потому что нас преследовал дед. Но если кто-то смотрел стрим, то помню то, что на прямой трансляции мы избавились от деда. Мы заперли его в ловушке. И сейчас, в принципе, у нас больше шансов пройти эту зону. Вот, а фак, там кто-то был. Давайте посмотрим, что тут. Колокольчик. Уточка. А, опять меня... На меня что-то действует, короче. Я опять начал плохо ходить, и у меня координация движений как-то потерялась. Она какая-то по-другому стала. Вот, в этой комнате, например, мы не были. Мы тут были, конечно, мы пытались тут что-то сделать, но мы так и не дошли до конца. Потому что нас тут испугал печенек. И мы не смогли никак обойти его и убежали просто от него. Сейчас посмотрим, что есть в этой комнате. Может быть, тут есть что-то интересное. Но, может быть, и нет. Ага. Тут какая-то дверь. Дверь, которая... What the fuck? Это типа ловушка, что ли, или что? Да ладно, это ловушка, или что? А, тут есть документ. Давайте посмотрим документ. 682. А, рептилоид. Мы таких сцепей очень много видели. И очень таких бумажек очень много видели. Давайте мы пройдем опять. Поднимемся наверх. Посмотрим, может быть, там что-то найдем. Мы там, конечно, уже были. Но я вообще, если честно, не помню, что там есть. А чего там нет. Как бы не было это странно. Тут мы зайти не можем. А тут чисто проход обратно. Ладно, давайте опять погуляем по туннелям. Кстати, у нас появилась рука. Помните дверь, которую мы не могли открыть? Потому что у нас не было ДНК. Я знаю, что это. Я не знаю, стоит ли сейчас сохраняться. Вон, вы видите? Это скромник. Но он не на нас среагировал. Я не знаю, вот сохраняться сейчас или нет. Скромник так-то опасный. Мало ли он сейчас будет за нами ходить. Вот он плачет сейчас там. Блядь. Слава богу, я не сохранился. Мы сейчас, когда отвернемся, нас убьет. Или... Или он нас просто так убьет. Но он в любом случае нас сейчас убьет. Потому что мы на него посмотрели. А на него смотреть категорически нельзя. Топливный насос. Ну все, да, он нас убил. Я это, в принципе, предвидел. Но я так увидел, там есть какие-то полезные штуки. Которые нам, скорее всего, пригодятся. А значит, нам нужно как-то туда пройти. Но как пройти? Вот это уже другой вопрос. Ладно, пошлите, поднимемся. Все, мы опять поднялись. Сохраняемся. И давайте думать, что делать. Может быть, нам стоит попробовать все-таки. Мы просто будем смотреть в пол. Я уже, по-моему, посмотрел на него. Давайте мы будем просто смотреть в пол. Вон, смотрите, видите, даже в ачивке написано. Не смотри на меня. А в этом есть доля правды. Блядь, тут еще и доктор где-то. Тут сразу 30 пи рядом. Лол. Я, кажется, вообще в жопе какой-то. Вы слышите? Он прям рядом. Знать бы, где он. Так, тут скромник. Посмотрите, видите, мы на него не смотрим. И в принципе все хорошо. Давайте смотреть в пол. Просто смотрим в пол. Мы не смотрим на него. О, это скромник. Скромник потому, что он не любит, когда на него смотрят. И он сразу же убивает того, кто на него посмотрит. Слышите, как он плачет? Все, давайте. Мы тут все сделали. На него не посмотрели. Значит, все в принципе хорошо. Но пока что не буду сохраняться на всякий случай. Мало ли, он сейчас побежит за нами. Ну, нет. Все. Сохраняемся. Если я сейчас запорол игру, то, блин, извиняйте. Потому что я же не знал. А вы не написали. Если бы написали, я бы еще что-то понял. Биологическая опасность. На самом деле, знакомая картинка. Да и из цепи знакомых. Блядь, сука, я испугался. Вау, прикольно. У нас будет костюмчик. Я испугался костюма. Вот лол. И что нам это дает? Мы теперь супер-пупер-крутые или... А, я не могу использовать предметы во время ношения костюма. Но я не знаю вообще, нужен нам он или нет. Я думаю, не особо. Но если вдруг понадобится, мы сможем найти его. Я так думаю. А, нет, уйди. Я слышу. Этот даун где-то прям рядом. Ой. Опа. Ну, по идее, мы тут пока что в безопасности. Из цепи 0.8. Короче, это какая-то дикая фигня. И мы сейчас заразились, когда зашли в эту комнату. Или когда открыли дверь. Но, в общем-то, тут уже безысходность. Надо загружать другую этот. Там можно вылечиться благодаря из цепи 500. Но мы его так и не нашли. Поэтому в жопу не пойдем туда. Сразу три цепи рядом. Это не очень хорошо. Мне это не нравится. Блокпорт заблокирован. Нам туда нельзя. Давайте сохранимся на всякий случай. Надеюсь, блин, я вот всегда боюсь тут сохраняться. Потому что чуть что. Вот сохранился не там и все. Вся игра завалена просто. На тебя какой-нибудь смертельный вирус. За тобой ходит дед, блин. Там еще кто-нибудь. Ну, это колокольный чувачок. Мы его знаем. Как бы знакомы с ним. Давай посмотрим, куда ты ведешь нас. Надеюсь, ты ведешь нас в правильную сторону. Ну, там, в принципе, тупик. Но давайте все-таки посмотрим. Мы тут можем пройти даже. Ух. Как-то стремновато сейчас становится. Не знаю, почему. Нас давно очень не пугали никто. Что, доктор подзабил? Что, скромник как-то не активничает особо? А, мы что, сделали круг, вы хотите сказать? Да, мы, похоже, сделали круг. Или нет? Мне не нравится, что тут дверь сама сейчас открылась. А, вы чувствуете, как будто тут опять эти невидимые суки. Подобрали записочку. Тут был колокольчик, я точно помню. Давайте пока что документы пособираем. Мало ли. Мало ли что-то найдем. Но мне не нравится, что мы сейчас ранены. А, тут фигня какая-то. Тут колокольчик. Тут про доктора. Ладно, мы, в принципе, все это знаем. Но, кто не знает, можете поставить на паузу и прочитать, в принципе. Опять тут этот чувачок-невидимка. Ладно, мы пока что к нему не пойдем. А, нет, мы все равно... А, мы опять пришли сюда. Какого хрена? А куда идти тогда? Ну, мы в прошлый раз пошли в ту сторону. Давайте пойдем в эту. Я сейчас не могу бежать из-за того, что мы ранены. Вот это очень неприятно, на самом деле. Вот. Мне писали код доступа. Давайте я сейчас быстренько посмотрю. Там что-то было... 1.1.7.2, по-моему. Нет. Давайте сейчас быстренько посмотрю. Хотя мы на прямой трансляции, в принципе, пытались открыть, но не получилось. А, да, я верно вспомнил. 1.1.7.2. Но, видимо, это доступ к другой двери, не к этой. Ладно. Давайте поехали на лифте, значит, куда-то съездим. По-моему, там будут туннели, по которым мы бродили от деда. Но сейчас деда нет, он нам не сможет помешать, и мы сможем нормально изучить эти туннели. Попытка не пытка, как говорится. Почему бы и нет? Только вот меня напрягает тот момент, что вот, видите, у нас в глазах, как мутно. Это всё потому, что нас укусили. Нас укусили эти невидимые штуки. А тут... Да, блядь. Вот меня опять укусили. Да это ГГ, мы тут не сможем ничего пройти. Надо... Давайте загрузим последнее сохранение. Только я вот не помню, мы на том сохранении уже были укушены или нет? Видимо, да. Давайте посмотрим, есть ли кровь за нами. Крови вроде нету. Нам нужно как-то избавиться от этих поросят. Ну, короче, как только нас кусают, мы идём на последнее сохранение. О, помните, мы не могли пройти к нему? Давайте попробуем. У нас есть карта пятого уровня. Вау, вы видите это? Давайте почитаем. Короче, ребят, почитал. Он вызывает какой-то психический эффект. То есть мы сейчас навредили себе, когда зашли сюда, как я понял. Давайте попробуем сюда зайти с помощью этого кода. Нет, мы, по-моему, зря, короче, зашли сюда. И зря мы его выпустили. Блядь, тут ещё и эти черти. Давайте зайдём, поиграемся с ним. Блин, ничего не вижу. Вау. Какая-то фигня. Какой-то язык, что ли, или что ли? Ну да. Короче, не стоило сюда заходить. Ничему хорошему это не сулит. Давайте посмотрим другие прикольные сцепи. К нему больше не пойдём. Всё, решено. Просто проходим мимо. Вот. Тут где-то... Вау, та фак. Испугался. Тут где-то должен быть, по-моему, слева. Будет проход, где нужна рука, чтобы пройти. Да. Вот эта штука. А рука у нас есть. Кто смотрел стрим, тот знает. Вау, та фак. Какая-то ошибка. Я надеюсь, мы сможем руку-то взять. Как лагает. Всё, взяли руку и валим отсюда. Тут что-то поломалось вообще всё. Совсем всё плохо. Оторванная рука. Да блин. А какое ДНК-то тут надо? Дверь закрыта. Ну, пошлите вниз тогда спускаться. Там из цепи 0,45. Честно говоря, не знаю, кто это. Но тем интересней. Сука. Вообще не интересно. А, 0,45. Это ж он. Да-да-да-да-да. Вот такая фигня попадает с первый раз. Обычно у нас тупо убивало всё, а сейчас какие-то приколы. Ну всё, в принципе, мы тут больше ничего не можем сделать. Туда мы не пойдём, потому что там этот дурачок. Блядь, вы чё тут? У вас тут собрание, что ли? Цирк дураков? Вот блин, я сам себя в ловушку загнал. Для чего, зачем, почему, вообще не знаю. А-а-а, и чё делать? Вот там вот челик с оружием лежит. Нам, похоже, придётся сдохнуть. Или... А-а-а, стойте, зачем сдохнуть? У нас же есть кольцо. А чё ты стесняешься, что ли? Заходи. Мы же люди добрые. Со всем дружим. Надеюсь, там сейчас печенега не будет. Иначе это будет вообще жопа. А как закрыть-то? Ну зачем, а, я же тебя почти запер. Ладно, давайте опять дойдём до сюда. Вот опять как-то неудобненько получилось. М-м-м, ладно, давайте одеваем, значит, ключ. Давайте посмотрим по карте, кто рядом с нами. Блин, у нас тут комбо вообще рядом с нами, если честно. Это мы надели. Всё, одеваем. Открываем дверь. Да и я... Вот тебя я тут не хотел видеть. Уходи. И чё делать? Может, нас сейчас убьёт. М-м-м, давайте смотреть по карте, когда он свалит. Да он не свалит. Блин, у нас тут вообще... У нас все тут. Все сборы, чуваки. У них тут пати какое-то. А нам такие тусовочки, конечно, нежелательно проводить. Кольцо опять оденем. Посмотрим. Моргнём. Пиздец. И чё делать-то? Я знаю, что тут лечение, но не надо меня лечить. И так всё плохо. Чтоб сделать. Ребята, есть у кого-нибудь идея, чё делать? Давайте попробуем как-нибудь всё-таки пройти, я так думаю. Я вот ещё не могу посмотреть. А, нет. Состояние моргания, в принципе, у нас нормальное. Давайте мы сейчас закроемся. Моргнём и попробуем сейчас пройти в ту комнату, где они стояли. И закроем за собой дверь. По идее, план крутой и должно получиться. Давайте попробуем. На нас... Ну да, на нас... Ааа, тут ещё и невидимые. И ещё и этот. Да офигеть, тут все из цепи рядом со мной. Чё делать? Ладно, я знаю, что делать на самом-то деле. Давайте мы просто не пойдём туда. Вот и всё. Все решения проблем. Скромник, ну... Да он, для чего ты... Ааа, я же не агрил тебя. Зачем ты там стоял? Да всё, это смерть. Это смерть. Это смерть. Слышите, как он орёт? Он очень не рад, что мы на него посмотрели. Блядь, ааа. Нас окружили из цепи. Нужно придумать... Нужен план спасения. Ребята, напишите в комментариях, что бы вы сделали на моём месте. Куда вы пошли? На самом деле, было бы интересно почитать, ну действительно. О, вы посмотрите, скромника-то и нет. Давайте мы сейчас вот так вот аккуратно пройдём. Вон он. Ладно, не пойдём к скромнику. Пойдём сюда. Хоть мы тут и были пару минут назад. Но мало ли, мы сейчас найдём дорогу куда-нибудь ещё. Так, значит налево мы уже ходили. Пойдёмте сейчас направо сходим. Посмотрим, может быть, там что-то найдём. О-о-о. Неплохо, неплохо. Пока снимем кольцо. Вроде никого нету. Но тут сейчас ходят пару человек. Ааа, знаете, где мы не были? Помните, откуда... Откуда вышел сам вот этот вот из цепи? Который нас, собственно-то, и этот... Ну, доктор, короче, откуда вышел. Помните, он выехал из лифта? А мы в этот лифт потом так и не сходили. Может быть, в этом лифте что-то есть? А может и нет. Но мы сейчас это проверим. А знаете, что я сейчас думаю? Мы, по-моему, зря скромника всё-таки потревожили. Потому что мы никуда не пришли. Благодаря нему. О, мы вызвали лифт. Посмотрим, сейчас куда нас лифт увезёт. Короче, скромника мы нашли. Но нам это ничего не дало. Но сейчас скромник ходит по зданиям. И пугает нас. И будет убивать нас. Давайте сохранимся на всякий случай. Надеюсь, не зря. Ну, доктор где-то рядом. А, так я знаю, где мы. Блядь, а ну зачем, а? Ну для чего? Как отвязаться от этих невидимок? Ладно, у нас в принципе есть пока что аптечка. Пробежим. Как я... А, нет, меня всё равно ранили. Но кольцо я надел вообще чётко. Видели? Давайте мы просто обратно поедем. Потому что... Или нет. Да блин, а чё делать-то, а? Да, всё, едем обратно. Так выбрала судьба. А так это не я решил. А тут дверь. Я чё-то... О! Сука! Мразь! А, помните, мы мимо колокольчика проходили недавно? Мы ж могли забрать там очки ночного видения. И сейчас бы... Я не знаю, что бы нам это дало. Но что бы это и дало бы, я думаю. Кто меня убил? Что-то... Я проморгал немножко. Давайте, в общем-то... Я сейчас жму на паузу. И когда мы что-то найдём, я продолжу. Ребят, нашёл ещё что-то. По-моему, мы тут не были. Какой-то компьютер, что ли. Ну, чё-то я не припоминаю, что бы мы тут были. Я думаю, если бы мы тут были, давайте сохранимся на всякий случай. Биологическая опасность. А, what the fuck? Оно сквозь стены пробивает, что ли? Я надеюсь, мы сохранились не поздно. Там этот. И что? Я ничего не вижу. Эм. What the fuck? What the fuck? Подождите, а как мне открыть дверь теперь назад? Тут нужен ДНК. Ну, подождите. У меня, конечно, есть ДНК. Давайте попробуем. Ммм. Интересно. Очень интересно. What the fuck? Как лагает тут? Короче, ребята, у меня тут как-то багануло всё. И у меня почему-то... Тут жутко лагает. И почему-то не прогружается пол. Заранее извиняюсь. Понятия не имею, почему так произошло. Вот честно. Вон какая-то ошибка написана. Давайте попробуем выбраться отсюда с помощью руки. О, прикиньте, подошло. Только вот комп. Для чего он? Ммм. Непонятно. Ладно. Ни хрена непонятно, честно говоря. Я думаю, мы сейчас обратно по сохранению вернёмся. В смысле, меня типа выпускать не хотят? Мне, похоже, этот компьютер выпускать не хочет. Или я хз, чё это такое? Ладно, запускаем последнее сохранение. Ладно, ребят, будем дальше ходить. Я уже устал. Вот серьёзно. Я не могу найти, куда нам пройти. Я уже тут всё обходил. Меня убили тысячи раз. Но просто куда идти, я не понимаю. Ребят, короче, знаете, чё подумал? Мне кажется, дело... Там везде на блокпостах написано то, что... Ну, заблокировано из-за того, что из цепи 0.08. Может быть, как-то нужно закрыть его? Или как-то что-то сделать с ним? Ну, зачем он там стоит? Опасно. Ммм, блин, как... Может, как-то реально закрыть попробовать? Давайте попробуем наденем костюм. Может, я реально как-то... Да ты что! Вы просто не представляете. Я уже час, я час уже хожу. И пытаюсь найти, что делать. Оказалось, всё так просто. Боже мой! Вы серьёзно? Вы просто серьёзно? Вы серьёзно? Я вам на полном серьёзе говорю. Я... Это ещё кто? Вы... Вы добрые? А почему я только что моргнул и... Ничего не... Почему он меня не убил? Это, во-первых... А кто это такие? Блин, да ладно! Мы сможем... О, боже мой! Я всю серию убил! Короче, ребят, я сохраняюсь. Всё. Мы на этом заканчиваем. Извините, что я очень сильно тупил всю серию. Я мог бы уже пройти игру давно, наверное. Но я всё... Я... Я целый час... Вот, ребят, чтобы вы мне поверили. Смотрите, сколько времени. Я даже засёк. Вот столько времени. Я хожу и ищу выход. Куда мы идти? Я обошёл абсолютно всё. Обошёл лёгкую зону, строгую зону. Нигде ничего не нашёл. Везде одно и то же. И вот сейчас... Я только сейчас догнал, что проблема в этом из цепи. В 0... В 0.08. Из-за него блокпосты заблокировали. И мы не смогли пройти. В общем, ребят, в следующей серии мы уже пойдём в новые блокпосты, в которых мы ещё не были. Наконец-то мы туда пройдём. Всё, ребят, ждите следующую серию. Спасибо вам за просмотр. Пишите свои комментарии. Ставьте свои лайки. Всем удачи, всем до новых встреч. Пока-пока-пока-пока.